У нас сегодня в студии Ульяна Ройс. Добрый ранок. Доброе утро. Одразу, причин с того, что у меня в плейлисте мало російськомовной музыки, но это я обовязково додам, потому что качаем максимально. Я же буду ехать в машине, я уже уявляю, я еду в машине, музычка грает, я себе кайфую. Итак, трек, драма, кинь, правильно? Да. Про что он? Ну, всегда, мне кажется, у каждого человека иногда возникает такое чувство, что хочется побыть немножко такой драмой, квин. На самом деле трек про любовь, про такую театральную, иногда сверхнаигранную, суперчувствительную, необычную, но в любом случае каждый человек воспринимает слова по-своему, поэтому я бы очень хотела, чтобы каждый вслушался в текст, прочувствовал музыку и решил для себя... Ну, кто переслухал раз в так 15, безумно, добрый сенс. Решил для себя, про что эта песня лично для него. Пока мы сидели, тут был и вокал, и были танцы, че тяжело поединивать как раз эти два аспекта. У меня недавно был мой первый сольный концерт, мои правила, 22 октября он прошел в Атласе, был полный sold out, супер счастливая от этого всего. И у меня в трек-листе было 16 песен. И практически... И 15 еще на бисп. Практически на каждую у меня была постановка хореографии, и, грубо говоря, час с копейкой, полтора я танцевала в полную ногу. Я себя позиционирую как танцующий артист, потому что я очень сильно люблю танцевать. Мне очень нравится устраивать шоу-программы на сцене, когда ты показываешь не только, как ты ходишь по сцене, взад-вперед, говоришь всем привет, ручкой машешь. Это тоже важно, это тоже нужно. Это называется шоу-бизнес, робота-шоу. Я люблю так же, чтобы людям было интересно наблюдать за общей картинкой. Что могу сказать? Благодаря огромным количествам тренировок это стало реальным. В плане, конечно, изначально, когда только это начинаешь, это очень тяжело, потому что нужно подстроить свое дыхание под хореографию и вокал одновременно, потому что там разные дыхания, ты берешь по-разному, в зависимости от того, что ты делаешь или что ты поешь. Но я думаю, я справляюсь. Видно, я скажу, что так. Есть такой невеличкий миф, как творчая людина, можно сказать, что лучше пишется в тот момент, когда у тебя есть какие-то какие-то проблемы. Звучит берется натхнение и так же действует в музыканте и в комики? Когда есть проблемы. То есть, не сильно все классно в жизни? Мне кажется, когда не сильно все классно в жизни, пишутся какие-то грустные песни. Это действительно есть такое. Это может быть, когда какая-нибудь твоя боль, и ты ее превращаешь в творчество. Но это не всегда так. Абсолютно любая вещь может натолкнуть на творчество. Как говорит моя стилистка, она может гулять, путешествовать по миру, смотреть на вещи, увидеть камень и придумать просто потрясающий образ. Поэтому оно так работает. Ты просто вдохновляешься своей жизнью, какими-то эмоциями, а потом это все превращается в творчество. И не обязательно это должна быть печаль. А найчастіше, звідки борется натхнение? Ну, я не могу сказать, что есть определенный поток в плане того, что я допустим... Завтра я буду все робити и 100% напишу песню. Да, да, да. Я посмотрю на закат. Мне обязательно нужно посмотреть на закат. И благодаря этому я напишу песню. Нет. Это так спонтанно, но так прекрасно. Был сольный концерт. Да. Максимально классно. Мы уже почули, что впечатления неимоверные. Может быть, какие сюрпризы были после? Кто-то запропоновал какой-то фит записать, зерка, яку... Был сюрприз. Мой концерт делился на два блока. Первый и второй. И в конце первого блока, после исполнения песни драмы Queen... Яку мы еще не почули, для тех людей, которые не понимали, что это за песня. Вот. Я выступала, пела. Я понимала, что мне сейчас надо убегать со сцены, чтобы переодеться на второй блок. А я вижу, передо мной стоит человек, думаю, что мужчина, в мотоциклетном... В шлеме для мотоцикла. Как это правильно? Ну так, в шлеме для мотоцикла. Да, в шлеме от мотоцикла с прекраснейшим букетом алых роз. Там еще камни всякие разные были. Очень красиво, но было приятно, но очень необычно. Была думка сразу в голове, что попробуй не мне их привезти сразу. Он стоял с охраной. Ага. Он стоял с охраной, чтобы протиснуться через толпу к авансу сцены. И я смотрю, песня закончилась. Я вижу, мне тянут букет. Это известная человек? Я не знаю, кто это. Он был в шлеме, я ничего не видела. Может, вознял? Нет, нет, нет. Это секрет для меня и моей команды. Мы до сих пор гадаем, кто это может быть. Какие планы в подальшем? Был же сольный концерт, тур, новый альбом? Я сейчас, вот уже на протяжении года, пишу большой классный альбом. Там, я еще не знаю, сколько треков будет, от 10 до 12, в зависимости от того, как получится, как захотим. Это такое вот творчество. И да, 8 треков можно было услышать на моем концерте. Это было эксклюзив, да? Это было эксклюзив. Все, кто там был, услышал их, насладились. Мне очень понравилось, что люди никогда до этого раньше не слышат треки. Но обычно это очень рискованно делать так, потому что... Да, ты не халюбить концерты. Чаще всего, ты, когда слышишь новую песню, ты не понимаешь, как тебе на нее реагировать, потому что ты хочешь слушаться, посмотреть, о чем она, что это такое. Но было суперкруто, что абсолютно весь народ под новые песни танцевал и отрывался. Что, какие кращие ощущения, когда народ подрывается и танцует под новые песни, и ты чувствуешь таки в унисон, какой суперкруто, популярнейший спеваевой зал? Мне кажется, это равнозначно. Серьезно? Ну, когда у меня была репетиция, последний прогон, у нас было там человек 20-25, в плане, пришла вся команда, все посмотреть хотели, и было намного легче, чем когда в зале шесть человек. Ну, а когда солд-аут в Атласе, потом у нас еще была автопати, вечеринка, мы праздновали концерт. Мне казалось, я всю ночь могу еще гулять. Было желание еще сделать один такой же концерт, сразу выйти и сказать... Да, было. У меня чувство на утро, это как однажды после первой съемки своего клипа, вот самая-самая первая, там было 18 часов съемки, плюс-минус. Вот после такого вот количества энергии, чувства и радости, эйфории, всегда чувство, что ты можешь горы свернуть, у тебя есть силы покорить мир. Но тебе говорят, Тульян, надо поспать, иди спи, пожалуйста, у тебя работы много. Важко было заснути, правильно? Да. Вот, найпопулярнейший, мабуть, песенний конкурс – это Евробачение. И все же таки на наступный рік будут делать все выборы, чьи есть желание пойти, представлять Украину, написать песню, и так, чтобы весь мир увидел, и таки-то року Гоуэй спевали. На наступный рік была уже твоя песня. Я об этом очень долго думала, потому что есть очень много мыслей за и против лично у меня, у людей, которым я доверяю. И все-таки в итоге мы пришли, что да. Я вгадал. Сколько ставили? Вот. Да, я думаю, я буду участвовать, есть желание. Я уже размышляю о том, какая это может быть песня, какая это может быть… Это будет украинская чи английская песня? Я… Возможно, мы планируем и так, и так, и мы еще думаем, это будет одна… То есть, сделать две аранжировки, или… Вот, у нас еще мысли по поводу того, будет ли это два в одном, в плане там украинский кусок, английский кусок, либо же будет две версии, одна украинская, другая английская. Это пока что в процессе, потому что песня еще пишется. Но как только будет информация, понятное дело, я этим поделюсь. Ну, после концерта он немножко разгрузился, потому что пропали эти многочасовые репетиции, подготовки, реп-базы огромное количество. Сейчас у меня есть по стандарту это уроки вокала, хореографии, просто для себя, чтобы не терять свой навык. Иногда посещение реп-базы, потому что репетировать свои песни в колонках с микрофоном – это очень важно. И точно так же, если у артиста есть и нейры, это вот наушники, с которыми выступают, ушные мониторы, тоже очень важно репетировать с ними в том числе. То есть вы слышите себя, насколько я знаю, вы слышите себя, как вы спеваете и как шуете в зал? Или это какая-то шпаргалка для вас? Вот мне всегда было интересно, что там происходит. И нейры – это ушные мониторы. Обычно на сцене стоят такие большие черные колонки, направленные на выступающего. Да, чтобы вы слышали, как вы спеваете. Да, потому что если их не будет, звук, который выходит из колонок в зал, он вот так вот огибает все на свете, и потом через задержку, там, долю секунды возвращается обратно. И в целом он вертается эхом. Возвращается эхом, из-за этого петь очень сложно, потому что ты практически себя не слышишь. А для человека, который поет, очень важно слышать, во-первых, музыку, под которую он поет, потому что это тональность, это ритм и так далее. Ну и в том числе себя, чтобы понимать, попадаешь ли ты в эту музыку вообще. Именно поэтому есть напольные мониторы. Но лично я, когда однажды попробовала и нейры, это ушные мониторы, грубо говоря, вакуумные, плотные наушники, когда ты одеваешь, ты вообще ничего не слышишь, что происходит снаружи. Ты слышишь только наушники, даже если они выключены. Есть для этого лайфхак. Ты вот так вот поворачиваешь микрофон, и все слышишь. А, ось ты собака, смотрите, так круто. И получается так, что действительно в ушных мониторах там ты можешь настроить себе громкость как-то напольных музыки, громкость микрофона, как ты себя слышишь. Допустим, кто-то любит, когда микрофон громче, чем минусовка, а кто-то наоборот. Нужно потише, я хочу слышать музыку больше. Точно так же, если же есть какие-то песни, в которых иногда текст начинается с затакта, в плане не в ритм, не в сильную долю, можно себе при определенных обстоятельствах прописать клик, и его будешь слышать только ты. Это такие вот секретики. Я еще могу задать еще одно запитание. Да. Вот мы говорили про Евробачение. Да. Как нужно налаштовать себя? Я понимаю, что каждый мечтает, потрапить. Как нужно себя налаштовать, чтобы пойти на выбор? Понятное дело, лично мне волнительно. Могу сказать, что мне волнительно и достаточно сильно, потому что я знакома с людьми, которые участвовали в детском Евровидении. Хорошо. Лично я видела, как это происходило. И это на самом деле, даже детское Евровидение, это очень сложно. В плане, там очень много нервов. Я как человек, я не очень люблю конкурсы на самом деле, потому что там всегда, вот я когда приходила на конкурсы, всегда есть ощущение конкуренции. Люди не всегда открыты к общению, дружить, потому что лично я всегда на конкурсах. Я понимаю, как людям страшно, как люди могут переживать. Ну и чаще всего там всегда пустой зал, там только вот родители и жюри, и больше никого. И я сзади в зале подпеваю, подтанцовываю каждому, ну чтобы хоть как-то расслабить человека. Но когда сам выходишь на сцену, и, понятное дело, жюри устают там сидеть, они могут сидеть там по девять часов, а это очень тяжело. Это капец как тяжело. И сидят уже уставшие. И вот, именно поэтому волнительно. Но настроиться можно, ты просто, ну лично я так считаю, я не знаю, я не могу говорить за других, я буду говорить только за себя. Только свои вич у тебя. Да, вот советовать не могу. Это достаточное количество репетиций и поддержка близких. Ну, людям, которым доверяю, чтобы они указали тебе, вот здесь ты проседаешь, надо немножко подтянуть. А вот здесь суперклассно, давай так и оставим. Вот так. Друзья, мы дякуем нашим иронковым гостям Ульяна Ройсу. Я надеюсь, что сейчас вы после нашего эфира возьмете телефон, прогуглите, напишите Драма Квинн, добавите себе плейлист, 15 раз вы прослушаете, чтобы понять, все же таки, про что эта песня, как сказала Ульяна, каждый для себя будет выбирать, про что она. Друзья, мы дякуем за то, что вы переглядали это видео, надеемся, что оно было для вас корресным и интересным. Не забывайте поставить нам лайк, написать любые комментарии, и если вы хотите, чтобы это видео больше людей увидело, не забывайте его также увеличить между своими друзьями. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok